Добрый день! Сегодня мы продолжаем работать технику остроконечной кистью, технику работы остроконечной кистью, и мы работаем за главный комплект знаков. То есть мы срочно с вами прошли уже, теперь будем отрабатывать за главный. Поехали! Первая буква А. Первый дукт. Работаем в две строчки. Второй дукт. Четвертый. Итак, по порядку. Первый дукт снизу вверх идет, второй сверху вниз, третий и четвертый справа налево. Следующая буковка В. Первый дукт. Второй. И четвертый. Второй и третий вы можете делать за одно движение, если получится у вас. Третий и четвертый, вернее, извините. Следующая буковка В. Третий и четвертый. Буква Г. Достаточно сложная буква. Погасили давление. Поддавили кисточку. Ослабили. Теперь лист немножко развернули, чтобы движение было на себя. Развернули обратно. Развернули обратно. Тоже достаточно сложная буква. Раз. Второй дукт, как на В. Третий. Развернули лист. И движение на себя. Все вот эти соединения прорабатывайте очень тщательно, чтобы было впечатление, как будто вы работаете за одно движение. Не должно быть так, чтобы у вас заметны были соединения. В каллиграфии незначительных элементов не существует. Каждый элемент должен быть тщательнейшим образом отработан. Только при этом условии ваша каллиграфия будет красивая, легкая и воздушная. Развернули. Еще одна буковка Ж. Она практически у нас не меняется по сравнению со строчной. Единственное, что она по размеру больше. В две строчки. Подчеркиваю, заглавные мы работаем в две строчки. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Буквка З. Начинаем с обратного элемента справа налево. Он у нас, кстати, часто где будет встречаться. Если вы заметили, он у нас встречается на А, на В, на Г частично, на Д, на Ж. То есть в заглавных буквах он встречается почти что в каждой букве. Давление погасили. То есть видите, я кисточку свел на нет практически. Из двух буктов состоит. Из трех. Раз. Два. Три. И буковка И. И сразу же И развернули, чтобы движение было на себя. Горизонтальный верхний блинчик. Первый дукт. Второй. Третий. Четвертый. Еще три буковки К, Л и М. Первый дукт К. Раз. Два. Немножко развернули лист против часовой стрелки. Три. Опять развернули. Четыре. Пять. Опять развернули, чтобы движение было на себе. То есть, как видите, листом мы достаточно активно работаем. Буковка К. Первый дукт. Второй. Третий. Справа налево идет. Четвертый. Пятый. Шестой. Буква К и шести дуктах составят. Л и М очень похожие буковки. Как буква А начинается, да? Л. И уже так полюбившуюся нам, как говорят ребята, челочку. Первый дукт. Второй. Третий. И буква М. Раз. Два. Три. Четыре. Пятый. Н, О и П. Первый дукт. Второй. Третий. Четвертый. Первый. Второй. Третий. Четвертый. О. За одно движение делаем круговое. Вот здесь как раз нам понадобятся отработанные вами винтовые движения против часовой стрелки. Один дук. Буквка П. Начало такое же как Г. Раз. Ослабляем на вираже давление. Прошли вираж, поддавливаем. Два. Второй дуктик. Три. Развернули листочек. По часовой стрелочке. Горизонтальный дукт. Внимательно смотрим на направление стрелок, ребята. Некоторые движения у нас идут в обратную сторону. Справа налево. Прошли в обратную сторону.